МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Для сегодняшнего человечества вера в единого Бога иногда так естественна, так привычна, кажется такой разумной, что нам трудно представить. Нам нужно особое напряжение ума, воображение, фантазия, чтобы представить такое время, когда на земле вера единого Бога почти отсутствовала. Были такие времена, о которых в псалмах говорится, и в книге Бытия, что Господь смотрел с небес на Сыны Человеческие, не находил в них никого достойного, поскольку все развратились, все стали непотребными, и Господь искал, вроде человечества, хотя бы одного человека, кто мог бы ему довериться, кто мог бы открыть ему душу, кто мог бы воспринять эту могучую идею веры в единого истинного Бога. Вот Господь нашёл после потопа такого человека. Звали его Авраам. Сегодня день памяти этого великого мужа. Именно Авраам, а не Авраам, потому что потом уже он получил изменение своего имени с добавлением ещё одного звука. По-русски этот звук А, а вообще-то по-еврейски этот звук Га или Ха. То есть добавилась на письме ещё одна буква Хэй, буква, которая часто встречается дважды в имени Яхве. Это как бы божественная буква, добавлением которой к имени Авраам Авраам получил особое перед Богом достоинство. Этот человек стал родоначальником еврейского народа и отцом по вере всех тех, кто верует истинно, кто сохраняет это сокровище истинной веры в сосуде своего сердца. Сегодня, повторяю, церковь совершает память этого великого мужа, а также племянника его Лота. Авраам, как золото в горниле, долго очищался и испытывался. Он испытывался странничеством, бездомностью, бездетностью. Ему было 70 лет, когда Господь сказал ему оставить всё и уйти из той земли, где он жил, пойти в ту землю, которую Господь ему покажет. Авраам всё оставил, пошёл в далёкую страну и долго был с китайцем и странником на земле, не имея его личной собственности, даже места на земле, на стопу ноги. Но не это было главной его бедой. Он не имел наследника. И Господь, испытывая его бездетностью, подарил ему сына Исаака в столетнем возрасте. Аврааму было 100, Саре было 90, и Господь сотворил с ними смех. Как говорила Сара, «Все, услышавшие обо мне, будут смеяться, ибо Сара кормит грудью». И сына своего они назвали смех, поскольку Ицхак, Исаак, по-еврейски означает смех. Авраам сегодня поминается вместе с Лотом, с тем человеком, с которым они вместе долго странствовали, с которым они разделили места своего странничества. Так что Лот пошёл в одну сторону, Авраам в другую, чтобы не ссорились их пастухи, и чтобы стада могли пастись, не мешая друг другу. Лоту пришлось жить в стране возле городов Содома и Гоморы, с прилегающими к ним городами и сёлами. И Лот, именно праведник этот, был спасён Богом из этих городов, предназначенных к сожжению, поскольку жители их, как говорится в Писании, были неистово развратны. И извративши жизнь свою, до конца извративши её, даже и изменили употребление естественных полов. Так что женщины возжигались похотью на женщин, на мужчин на мужчин. И всё это было весьма мерзко перед Богом, так что города эти потерпели сожжение. На месте этих городов сегодня солёное и бесплодное мёртвое море. Кстати говоря, со дна которого фармацевтические фирмы достают некие грязи, которыми мажутся современные люди, наверное, не читающие Писания. Авраама очень почитают евреи. Авраама любят все верующие, поскольку он был испытан, как золото в горниле, и открыл всему миру дверь к истинной вере. Мы поздравляем всех, носящих это имя, а оно в нашем произношении часто произносится как Авраамий. Так в монашестве или в миру называют часто людей. А сегодня, кроме этих людей, также День Ангела празднуют Яков, Андроник, Афанасия и Максим. С Днём Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.